Пятый канал представляет Сюда! Всё банально. Всё, можно. Э! Что вы делаете? Ты белые люди! Что ты ничего не делаешь? Стой! Молодцы, пацаны. Хорошо отработали. Договаривайся. Проговаривайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сама-то система очень здравая. Да, Антон Максимович? М? Ты про что? В смысле? Я вам полчаса уже рассказываю. Вы что, меня не слушаете? Я про карму. Типа, каждому по делам его. Я в курсе, что такое карма. Ну? Это же по сути система вселенской справедливости. Почему? Не согласен. Как почему? Смотрите, вы ведёте себя хорошо, закон не нарушаете. Держите жену с четвёртым размером. А идёте по мелкой уголовке, на тебе перелом ноги. А кто решает, кому что? Высшие силы. То есть, получается, у них должен быть прейс-курант. Кто хороших дел надел на четвёртый размер, кто на второй. А кому ногу сломать, а кому прыща на заднице хвастить. Ну, да. Строгий учёт. Без него никак. Желобская какая-то система. А если человеку ничего не нужно? Ни денег, ни жены, тогда как? Ну, хозяин-барин. Другим больше достанется. А что, если человек хочет делать добро, но у него не получается? Руки не с того места растут. Ну, тут уже по обстоятельствам. Товарищ мой, к вам там девочка пришла. Говорит, что вы нужны срочно. Антон Максимович, а как вы думаете, что будет с тем, у кого руки не так растут? Потом, Вань. Та-дам! Привет! Солнышко моё, ты как снег на голову. Как же я по тебе скучал, сто лет тебя не видел. Слушай, день добрый. Дело в том, что ты как-то неожиданна. А, кстати, а где мама? Дома. Дома? Ты что, одна приехала? Да, одна. Пап, ну я соскучилась по тебе. Ты что, против? Да нет, конечно. А как же школа? Даже родной отец забыл, что у меня каникулы. Да помню я. Погоди, а мама что сказала? Ей, кстати, надо сейчас позвонить и сказать, что я здесь. Позвонишь, а еще я тортик купила на заказ. Она что, не знает? Тебе что, тортик не нравится? Даша, она убьет меня. Нужно было сказать, что ты уезжаешь, чтоб она не нервничала. Все, давай, вези меня на станцию и поеду домой. Воня, меня не будет сегодня. Скажешь, в общем, выдумаешь что-нибудь. Ты не видел, где мой кошелек? Вы в наружке следите за киллером? Ко мне дочь приехала. Я сегодня с ней. А у нас тут заявление. Директору пятой школы машину поцарапали. И что, мы-то при чем? Антон Максимович, там сложно все. Жмот написали. Надо вместе навалиться. Ваня, я верю в тебя. Блин, ну не матом же написали. Загадка какая-то. Мам, да я не хамлю тебе. Мы просто с папой договаривались. Да. Тебя. Да, Кать, слушаю. Антон, отправь ее домой. Как только так сразу. Чего ты нервничаешь опять? Ты издеваешься? Ребенок сам уехал, черт и куда. Тебе наплевать на твою дочь. А знаешь мне ты, что она курит. И вообще, зачем ты опять лезешь в нашу жизнь? Кать, тебе не с кем поскандалить, да? Мне особой радости разговоры с тобой не приносят. С тобой даже скандалить скучно. Короче, отправь ребенка домой или я не знаю, что с тобой сделаю. Ты слишком напряжена. Вся моя работа как-то подходит. Ну что она сказала? Сказала, все в порядке, рада за тебя. Да, конечно. Опять врешь? Что делать будем? Ну, к примеру, ты можешь спросить, а может я кушать хочу? Ты кушать хочешь? Как ты угадал, папочка? Слушай, да ты у меня телепат. Нет, инопланетянин. Давай, 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 давай. Все, все, все. Аккуратно, аккуратно. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще. Черт, где же они, а? Петр Леонидович? Да. Приехали. Здравия желаю, лейтенант Бычков. Слава Богу. Что-то вы не очень торопитесь. А что, убили кого-то? А, вот как. А если не убили, это вам не интересно, да? То есть, если с граждан последние штаны снимают, ну, скучно вам. Ну, почему скучно? Мы работаем. Показывайте, где у вас тут штаны снимают. Вот. Вот. Вот видите? Жмот. А что вы француз-то купили? У них какая-то электрика шалит, да и вклад они заводятся. Кто заводится? Вы меня про французов будете спрашивать? Или кто это сделал? А что, вы знаете, кто это сделал? Вы знаете, это сильно поможет следствию. Нет, я не знаю, кто это сделал, но подозреваю. Надпись появилась после собрания педагогического состава. Сегодня утром. То есть, вы думаете, это учителя? Это учителя. На собрании было объявлено о сокращении стимулирующей части зарплаты. И вот, вот это, вот это месть. Низкая злобная месть. То есть, вы всех подозреваете? Да все они. Все они хороши. Но подозреваю, в первую очередь, Геогер Фелтфера. Он, он всегда на меня кидался и угрожал, угрожал, между прочим. Еще кто-то? Учитель испанского Моисеева Рита. Тоже склощиц. И что характерно, она в собрание ушла раньше всех. Со скандалом, конечно, так вот у нее была масса возможностей вот это все устроить. Ясно. Разберемся, короче. Что значит, короче? Ну, в смысле, пучком все будет. В смысле, найдем. Не переживайте, короче. Если нужно помещение, можете взять мой кабинет. Ну, ты представляешь? Классно. Так вот, если сейчас начать собирать документы, то мне могут быстро открыть визу и на зимних каникулах я уже поеду. Ты тоже хочешь поехать? Пап, ты меня слышишь? Не надо. Ну, по-другому вообще никак, я тебе английский нельзя выучить. От меня ты что хочешь? Натериальное разрешение. Сделаю. И две тысячи евро. Две тысячи евро? Это языковая школа или казино? Пап, две тысячи евро это даже без экскурсий. С экскурсиями две семьсу. Так. А мама что? Мама денег не дает. Сиди дома, никуда не поедешь, бла-бла-бла. Но если ты зарплатишь, мама разрешит. Даша, ты давно куришь? Пап, ты что? Да это две тетки какие-то курили. Я? Курить? Смешно. Предлагаю тебе сделку. Ты обещаешь мне не врать и не курить, а я подумаю о поездке. Идет? В Москве он работал ФСО. Чего к нам прикатил, не знаю. Но говорит, что подрался с кем-то важным. Ты ему не веришь? Бабка надвое гадал. Судя по работе мужика он упертый. Из чего вбил в себя, обязательно докопается. Ух ты. Лучшему директора школы. Здравствуйте. Проходите. Я учитель географии Алферов Сергей Сергеевич. Директор утверждает, что вы ему постоянно угрожаете. Почему? Почему, собственно, я ему угрожаю? Чего сделать нужно? Надо аккуратно поводить. С кем встречается, о ком справки наводит. А над чем прихватить можно? Кстати, прихватить. К нему дочь из Москвы прикатила. Сколько лет? В личном деле написано, что 2001 года рождения, 14-15. Школьница? Школьница? Школьница – это хорошо. Когда приступать? Ты следи. Когда будут более четкие указания, с тобой свяжутся. И я здесь ни при чем. Само собой. Он должен сидеть в тюрьме! Прямо в тюрьме? Потому что он вор! Потому что он каждые три года меняет окна у нас в школе. А вы знаете, что он выплачивает премию только тем учителям, которые половину ему согласны отдать лично на карман? Потом эти постоянные поборы, эти сборы денег. Я хотел узнать про машину. Кстати, машина! Вот откуда вот такая вот машина у человека с вот такой вот зарплатой? Подождите! Скажите, вы имеете отношение к этой надписи? Нет! Чем докажете? Ничем! Пап, а я у вас тут по салону походила. У вас цены не московские, дешевые. А мне надо кончики подстричь. Дашь пятьсот рублей. Ну пожалуйста. Здравствуйте. Маргарита Моисеева. Лейтенант Бычков. Можно просто Рита. Меня не было, я была, по делам ездила. А почему меня вызывают? Вашему директору машину поцарапали. Дети балуются. Работа у него такая. А он говорит, что это не дети. Говорит, что это вы. Я? Да. Говорит, что вы с ним поругались. Ушли с собрания, хлопнув дверью. Да, я хлопнула дверью. Мне надо было уйти и все. Послушайте, он что, серьезно может меня обвинить во всем этом? Уже обвинил? Нет, подождите. У меня это... Как вы это называете? Алиби, вот. Алло, Миша. Мне нужно, чтобы ты срочно приехал в школу. Нет, не за этим. У меня неприятности. Миша, ты сейчас же это бросишь и приедешь в школу. Давай, давай, вылезай из машины. Не бойся, никто тебя не увидит. Мне нужно, чтобы ты подтвердил, что я машину не царапала. Рита, Маргарита Львовна, машину не царапала. Откуда ты знаешь? Мы были вместе. Да не вместе. Вместе, в смысле, она вышла со школы, мы сели в машину и сразу уехали. А это кто? Я? Ну да. Я бывший ученик Маргариты Львовны. Ну а что ты здесь делал тогда? Ну что, мы договорились, я приехал. Мы встречаемся. Нет. Да. Серьезно? Ну, ты серьезно? Ты серьезно с училкой встречаешься? Ну ты мужик, я тебе скажу. А можно не орать? Об этом на всю улицу. И не фиксировать, если можно. Здорово, Вань. Как дела? Здрасьте, Антон Максимович. В общем, тут целая Санта-Барбара. Директор ворует. Бывшие ученики училок шпилят. Я как в Дистэйленд попал. Слушай, у меня к тебе вопрос такой прямой. Нет ли у тебя взаймы три тысячи евро? Трех штук? Нет, Антон Максимович, трех штук у меня нету. Хотите, могу для вас банки занять? Хотите? Нет, не стоит, Вань. Антон Максимович, я в тупике. Я подозреваемых опросил, а дальше что делать, непонятно. Что делать? Опрашивай дальше. Завхоз, дворник, крой землю, Вань. Та-дам! Ну как тебе? А кого первого опрашивать? Я потом тебе перезвоню. Антон Максимович, ты... Так, в чем дело? Что происходит, я спрашиваю? В чем дело? Лейтенант Бычков, уголовный розыск. Товарищ... Лейтенант, я тут работаю. Я из страховой компании дорожная. Случай оформляю. А, ты из страховой, да? Серьезно? Вот моя визитка. Все виды страховые. Обращайтесь. То есть, если ты докажешь, что это страховой случай, владелец машины получает деньги, так? По договору, если ущерб нанесен третьими лицами, то прям сегодня выплату должны сделать. Странно. Почему он тогда эту кончестность в полиции развел? Что-то он мутит, а? Ваня, ну какие камеры в школьном дворе в Рязанске? А где вай-фай? Я говорил, что он у тебя есть. Есть интернет и выйдет из компьютера шнур. Правильно. Вместо камер в школе работают вахтерши и охранники. Верно? А куда я этот шнур могу засунуть? У меня даже такого разъема нет. Даже извини, я не знал. Круто. Пучков, слушай, если здесь замешана страховая, ну, копай в эту сторону. У дома. Как и договаривались по всем. Нет. Они пришли домой где-то полчаса назад. Слушай, а может, прихватить ее и поговорить с любящим папашей по душам? Понял, что команда. Да не кипишуй ты. Вать, ну точно никого возле машины не видел? Ты уже спрашивал. Ну, может, и вспомнил. Мне что, делать больше нечего? Мне за это не платят. Тоже верно. А что ты делаешь-то? А так, фигней страдаю. Играю, открути-прикрути, мать его. А что это за игра такая, открути-прикрути? Я тут типа на две ставки работаю. Охранником и совхозом. Директор месяц мне голову клевал. Прикрути, столбик, прикрути. А не красочка ли это директорского пыжика? Да мне без разницы. Бать, подожди. Что, можешь пока этот столбик не откручивать? Директор сказал, откручивай. А я тебе говорю, не откручивай. Кто главнее, директор или полиция? Директор, мать чего. Бать, а давай ты ему назло не будешь откручивать это, да? Назло? Да. Это можно. Сделаю. Спасибо. Вот и отличненько. Вот прямо сейчас и подъеду. До свидания. До свидания. Петр Ильич, мы можем поговорить? Я очень спешу. Давайте завтра, а? Завтра не получится, нужно сегодня. Я договорился со страховой, меня ждут. Вот о страховой-то мы и поговорим. Да, я вас слышу. Ну, значит, смотрите. Едете вы такой на машинке, солнышко играет, музыка поет. Можно покороче? Я спешу. Покороче? Вы спешите и хрязь бочиной об столбик-то возле школы. Смачная такая царапина. Ну, вы спокойно паркуетесь. А затем дорисовываете слово жмот, чтобы денег побольше срубить со страховой. Не можете найти преступника. Не надо рассказывать сказки про меня. Я здесь ни при чем. А спорим, что эти сказки очень понравятся страховой? Угу. Особенно, когда я ей столбик с краской покажу. ? Угу. Угу. О, привет. Ничего себе, какие люди. А что так поздно? Срочный выезд? Значит, нового сторожа придушили? Нет, я по-другому. Мне как бы сказать, мне деньги нужны. Как и всем нам, Антон Максимович. Лен, ты не поняла, мне взаймы нужно 3000 евро, точнее, 2700 для дочери. Вау. Ты звонишь мне? Ну, мне больше некому. Это мне комплимент? Или у нас просто с друзьями хреново? Лен, ты просто можешь мне ответить, да или нет, но я же... Антон Максимович, у меня Павлуша спит, можно тише? Я женюсь. А зачем просто сказать? Ты же у нас зерцала и честь закона, а я мошенница. Деньги-то у меня неправедные, не боишься? Лен, я к тебе по-человечески, а ты вот так вот отвечаешь. А я что, я тоже. Просто торгуемся. Тебе еще кровью купчую подписывать. До свидания. Антон Максимович, ну я ведь просила. Я знаю. Павлуша спит, я... Бабушка, ты чего здесь? Да ковер тебе плету, чтобы ты по студеному полу босыми ногами не ступала. Бабушка, да зачем мне? Я ж куплю. Такой не купишь. А деньги отдай тому, кто просил. Так никто не просил. Врешь? Твой просил. Какой мой, бабушка? Твой? Это тот, кто спасет тебя или утопит. Да я и так бы отдала. Я ему все, что хочешь, отдала бы. То ты же, а то спрашиваешь, кто такой твой. Да ты его сама, почитай, взяла. Так не противься и будь, что будет. Что значит, или утопит? Перейдет время. Деньги ему отдай, а ковер я тебе сама сплету. Такого не купишь. Не купишь. Кто там? Почта. Вам посылка. Кто спасет меня или утопит? Люди! Хулиганы машину царапают! Шухер, Шухер! Держите! Пацаны! Держите! Так, стоять! Стоять! Быстрее! 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 Отпусти его! Отпусти! Я ничего не сделал! Отпусти его! Даша, вставай! Я уже проснулась. О, спасибо! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, что мы сегодня будем делать? Погуляем, может. Где я? Давай поедем в замок. В Килицию? Папа, ты далеко. Ну, а что ты хочешь? В магазин. Да, Шуль, что тебе нужно в магазинах? Не знаю. Ну, а кто знает? Даша, я же не могу знать, что тебе надо. Ты должна сама знать, разобраться. Все, пап, пожалуйста. Да не наседай ты на меня. Хорошо, поедем в замок. Ладно. Ну, пап. Пап. Ну, ты извини, что я тебя всем этим торпедирую, а? Хорошо? Все в порядке. Давай так, позавтракаем, а там решим. А ты меня любишь? Больше всех. И? Мы договариваемся с хозяевами машин и разбиваем их не сильно. Ну, или царапаем. Нам за это деньги платят. Подожди, я что-то не понял. Вам деньги платят за то, что вы машину разбиваете? Хозяин машины договаривается со страховым агентом и за повреждения получает страховку. Делится с агентом, ну и нам перепадает. Я вот скейт себе хотел купить. А если он не договаривается с агентом? Тогда попадает на бабки. Я слышал, в дорожное вообще перестали выплачивать. Но мы в любом случае в плюсе, потому что предоплату берем. Ну вы тоже, блин, нашли себе заработок. Фиози. Иди гуляй. Еще раз кого-то увижу, в колонию у меня все пойдете, понял? Понял? Не дурак. Еще секундочку. Так. Тебе чего? Ничего. Я деньги привезла. Спасибо, не нужно. Слушай, Антон, тебе что важнее? Доказать, какой ты независимый крутой мужик или… Знаешь что, Лена? Про мужика я знаю. Или деньги для дочери. Я скоро отдам. Мне не к спектру полнуюсь. А это… это Даша, это Лена. Привет, Даша. Какой у тебя креативный хайр. Спасибо. Приятно, что у папиных друзей такой прекрасный вкус. А вы ничего? Да, пап? Лена помогает мне по работе. Вы из полиции? Не совсем. Я ведьма. У вас что, в полиции ведьма работают? Можно и так сказать. Ого, круто. А не страшно быть ведьмой? Уже нет. Тетя Лена, а идемте-ка с нами. А вы куда? Папа хочет идти в замок, в который я идти не хочу. Дело в том, что она хочет пойти по магазинам и не знает, чего хочет. Я хочу сапоги и штаны. Ну, конечно, она не знает. Для того и ходит по магазинам, чтобы понять, чего ты хочешь. Антон, кому-то ты с женщинами никогда не жил. Так что, пойдем? Нет. Поедем на такси. Обалденно! Одну минуту. У меня звонок. Антон Максимович, ну я ж свой, я прикрою. Подождите, я ж тут раскрыл всю эту канитель с сарапиной. Вы ж обалдеете. Алло. Блин. Вот стоит появиться женщине, и мужской дружбе хана. Так, Усть, спокойно едем за этой колымагой. Сильно не приближайся, ментертый. Обижаешь, Клещ, кто когда меня срисовывал? Он с дочкой бабу какую-то встретил, едем за ним. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да! Здравствуйте. Здравствуйте. Я снова принял заявление. А что, в старом ошибке были? Понимаете, она снова появилась. Ну, это, надпись. Только я теперь иду о другом боку. Это типа мистика? Это типа преступление! Понимаете, ту первую надпись сделал я. Ну, чтобы получить страховку. Ну, вот эту, эту надпись кто-то сделал уже другой. Почему другой? Может, это вы. Ну, типа поперло и сразу две страховочки. Так, или вы сейчас. Сейчас же у меня принимаете заявление, или я сразу иду к вашему начальству. Присаживайтесь. Где стояла машина? Я оставил машину возле школы. Кого подозреваем? Все те же. Географа и испанку. Второй раз? Я думала, ему во второй раз никто не даст. А я не удивлен. Человек заслужил. Это типа карма такая? Не знаю, не верю я ни в какую карму. А зря. Акция, реакция, накосячил, получил. Маловато что-то получил. Косячил годами. А тут, эво горе какое. Дверь поцарапали. Музыка. 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 Послушайте, я живу в другом конце города. Приехать ночью, чтобы поцарапать ему машину? Но вы же на него обижены. Была бы обижена, спалила бы его драндулет. У меня есть алиби. Любовь Олеговна может подтвердить, что я был дома. Кто? Наша вахтерша. Она все в тетрадь записывает. Мало ли, что она себе в тетрадь там записала. Я вас уверяю, записала все. Кто, где, с кем и когда. У нас из-за этой тетради в подъезде три семьи развалилась. Кончита на испанском – это не девушка. Это уменьшительное от имени Концепцион, чтобы вы знали. Девушка – это Чика или Мучача. Чика-Мучача? Хватит! Я не царапал машину! Я могу идти? Да. Спасибо. Хороший, конечно, но карма плохая. И так, внимание. Я беру интервью у провидицы Елены. Елена, где вы работаете? Я работаю в полиции. Нет, ну когда вы ведьма? Даш, иди возьми папе чизкейк. И себе возьми что-нибудь. Возьми мороженое. Давай, 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 давай. Сладкое делает людей счастливее. Давай. А что у тебя с лицом? Я проводил малое время с дочерью. Забыл, как это бывает в нормальных семьях. Скучаешь по семье? Лен, мне каждую ночь снится моя дочь. Каждую. Та-дам! Что вы будете? Улыбочку. Теперь удивление. Отлично. А теперь отойдем в стороночку, дадим сфотографировать машиночку. А вы кто такой? Страховая дорожная, отдел расследований. Гена. Лейтенант Бочков. А почему вчера другой был? Был, да сплыл. Уволили. Почему? Не умел с клиентами податься. Если клиент тяжелый, то сразу направлял на выплаты. Шеф, когда узнал, что за эту машину день в день выплатили, сам его за шкирку вытолкал. А когда надо было выплатить? В идеале никогда. Только лох неосторожный, застрахуется в дорожной. Стихи шефа. Ладно. Счастливо. Оставаться разбираться. Слушай меня сюда. Я ребят к торговому центру послал. Возьмете эту пацанку прямо у входа. У входа? Да там все народы тьма. Крепс может проводить до тихого места. Да веди ее куда хочешь. Только сделай так, чтобы эта девчонка этого майора была у меня. Ты понял? Да, я работаю дома. Ко мне приходят люди. И она дурит им голову. И я их лечу и предсказываю им будущее. Только вот папа твоего никак все вылечить не могу. Тяжелый случай. Тетя Лен, а можно к вам в гости? Даша. Ну пап, ну пожалуйста. Тетя Лен, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Слышь, они походу сваливают. Давай к машине быстро. И пацанов сиди. Заколдуем. Абра-кадабра. И дым пошел. Ого! Тетя Лен, а это все волшебное? Китайское все, в переходе купленное. Помолчи, уже знаток нашелся. Тоже мне. А это знак селеца? Это амулет Велеса. Если хочешь, бери. Спасибо. Тетя Лен, а можете, пожалуйста, мне на картах погадать? Да. Вань, ты достал меня уже с этой машины. Ну что случилось опять? Ну тут типа тупик у меня, Антон Максимович. Ну знаешь, если девку убрать, то прямо сейчас. Пацаны со мной. Местность достигает. Ты только этому майору внятно объясни, что с его дочкой будет, если он рыть не перестанет. А если начнет викобениваться, ты знаешь, что делать. А что, сойдем, шарахнем по голове и все. Ну что, пойдем? Девку к нам. А с папашей я потом перетру. Чтоб не совал нос, не все дела. Если ты зашел в тупик, выходи по следам обратно. Это типа чего? Новая вещдокия? Это аллегория такая. Бычков. Алло. Нет, это и вправду дебил. Да если я шефу насчет этой твоей идейки скажу, он тебя в порошок сотрет. Здесь скальплем работать нужно, а ты с кувалдой лезешь. Значит, хотите чистенькими остаться, да? И рыбку съесть, и на елку влезть. Идем. Советуется Антон с кем-то. Не, ну ты скажи, да, да, нет, нет. Послушай, если у кого-то денег приемло, у кого-то уменьшилось, а тот сильно расстроился. Дважды два. Короче, записывай, что нужно делать. Итак, 15 октября. Вы, Петр Болховитин, паркуя свой автомобиль возле школы, поцарапали его обграждение, чтобы предоставить ущерб, как нанесенный третьими лицами, и получить страховые выплаты. Вы сами нанесли на дверь автомобиля надпись «ЖМОТ». Ну вы гнида. Я не знаю, в чем вы меня обвиняете. Ну вот он только что меня оскорбил. Статья 130 УК до года исправительных работ. Посмотри-ка, подготовленный клиент попался. Да. Вы когда-нибудь мусора доиграетесь с этими вашими политессами? А ты чего хочешь? Чтобы завтра сюда из Москвы фасло нарисовалось? Я сказала просто следить. Убирай своих отморозков, а клещу скажи, пусть продолжает вести наблюдение. Что просто по городу таскаться? Без толку! А вот это не твое собачье дело. Так шеф решил. И если надо будет таскаться, будете. Ах, мусорилово. Являясь постоянным клиентом страхового агентства «Дорожное», вы договорившись с вашим агентом Лисицким об оформлении страхового случая и немедленной выплаты, пообещали ему достойную компенсацию за старания. Благодаря агенту Лисицкому вы получили деньги в тот же день, а его уволили с работы. Из-за чего он очень расстроился. Расстроился? Да мне триндец просто! Не получив ожидаемой компенсации, агент Лисицкий нацарапал слово «ЖМОТ» на ваш автомобиль с другой стороны. Что это? Так это он! Это он! Ах, не! Покойся! Что идиот? Я ничего не делал. А у вас нет доказательств. А у вас есть доказательства. У нас есть показания сторожа и видео с одного из телефонов мальчиши, который рядом кусывается. Так что ты не отвертишься. Правильно, правильно. Бандит должен сидеть в тюрьме. Вот. И я так думаю. Как я все-таки рада, что приехала. А я-то как? Папа! Дашуля, вот тебе карточка. Завтра перечислю денежки на поездку. Да ладно! Папа, спасибо! Я знала, что ты самый лучший! А ты самая лучшая дочь! Спасибо огромное! Беги давай, автобус твой. Тетя Лин, да вы же за папой приглядите! Я постараюсь. Обещаете? Обещаю, беги. Ну что, к автобусу идут? Да, идут. Разрешите представиться. Майор Соколов. Отдел по борьбе с экономической преступностью. Обе? Вы задержаны по подозрению в организации преступной группы, вымогательстве денег и нецелевом использовании бюджетных средств. Да как вы смеете? Я требую адвоката! Извините, а я могу идти? Да, но вам бы я советовал не выезжать из города до выяснения обстоятельств. Понятно? Понятно! Это без предела! Это без предела какой-то адвоката! Спасибо, лейтенант. Отлично сработали. Знаете, меня еще в школе учили, что зло должно быть доказано! Правильно учили. Да. Такая работа, такая работа. Не смотри, так все ли не сядь. Все, люблю, слушай, звони! Давай, давай! Пока! Пока! Спасибо тебе за все, Лена. Да, пожалуйста. Если в следующий раз понадобится семья на прокат, обращайтесь. Надеюсь, не понадобится. Как знать? Будущее-то оно такое, непредсказуемое. Уехала дочка? Нет, ну ты старше, тебе виднее. Ясно. Поехали. Куда едем-то? За Майюром, а потом поедем. Крест велел просто следить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова